Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Давай знаешь, о чем поговорим? Мы про Лесть уже разговаривали. Давай возьмем ее оттенки. У нас 100 оттенков серого. Кстати, это очень хорошая возможность до людей доносить те оттенки, в которых они живут. Да, они считают, что они живут в солнечном желтом, А это обкаканно коричневый. Понимаешь? Как завернулась. Да, все оттенки. Вот в данном случае мы будем рассматривать оттенки лести в этот раз. Знаешь, с чего давай зайдем? Давай зайдем с этикета. В ракурсе этикет. Этикет. Сейчас очень много роликов стало встречаться. Тикток мне активно подбрасывает милых дам, которые учат. И даже так ей говорят. Здесь надо вести себя вот так, чтобы была жеманность. Вилку держать так, ложку так. Правильно, да. Правильно. Вот здесь надо вот так ножку за ножку заложить, спинку так, глазки туда направить. И говорить можно такие слова, а вот такие нельзя говорить, что можно, что нельзя, очень жестко идет в этикете. Мы с тобой этикету не соответствуем совсем, чтобы ты понимала. От слова совсем. От слова совсем. Мы вообще колхозные делки. Нет, мы свободные. Мы свободные. Даже могут написать, что мы выглядим не так, одеваемся не так, говорим не так и делаем не так. А кто знает, как? Как так? Ну вот находятся женщины, которые учат этикету. И это целая наука, это целое направление. И заметь, сейчас, например, девушка, которая мечтает иметь мужа-спонсора. Я сразу вещи называю своими именами. Ну да, как есть. Да, как есть. То есть не предполагается, что будет искренность, а предполагается, что она будет правильной игрушкой для его сопровождения. И вот эти девушки сейчас усиленно увлекаются этикетом. Такая прям конкретно тема. Можно, знаешь, даже направление развития лжи там для девочек. Для девочек, да. Как лгать красиво, чтобы, да? Чтобы в ловушку славить мужчину. Чтобы мужчина стал мушкой. Мушкой, точно. В вашей паутине. Муж-мушка. Муж-мушка. Класс. Вообще просто. Это будет ваша мушка. Так вот, все, что касается этикета. Ну вообще, если посмотреть вот эти все жеманности, эти все поведенческие моменты, правила и так далее, они очень часто лишены современного смысла. То есть, наверное, там, когда этикет создавался... Они лишены свободы вообще. Они лишены свободы. Наверное, когда он создавался, там какие-то правила вводились, они вводились в мире животных. Ну, прикинь, например, с охоты прилетел там король Стах, да, с ним вот это вот шобла влетают. И там руками можно съесть кусок свиньи, да, ногами все это кинуть под стол, ногами там затоптать, разорвать и так далее. Когда человек находится вот на такой стадии развития, вот он влетает, вот он, ну, наверное, имеет смысл там, особенно когда обжорством страдали и так далее, все-таки человека приучить, что надо есть тарелки, надо есть не руками, надо есть... Вот это вводилось для этого, я так понимаю, на начальных этапах. А потом, кроме того, в то время вообще с посудой было очень плохо. То есть ели, если мне не изменяет память, там вообще была свинцовая посуда, от чего люди травились очень сильно, потому что свинец попадал в организм. Была серебряная посуда у более богатых. То есть там еще с посудой были проблемы. Длинная посуда – это было для лохов. Так вот, а белые тарелки – это вообще, знаешь, черная тарелка, грязь, не видно. Это об определенном уровне развития сознания в обществе, скажем так. Для них были введены правила. И потом эти правила только нарастали, обрастали. И знаешь, вот здесь, когда обрастали, то, что мне приходят сразу образы, почему-то вот от животного мира, вот этого вот жесткого животного, там, свинячья, тигриного, мы вот наблюдаем переход к петушащему, да, то есть к павлиньему. Вот это французские манеры, это даже одежда, подрыгивание ножками, реверансы и так далее. Вот эти все вещи из мира птиц, они пришли на смену этому звериному миру и вместе с ним принесли вот это кокетство. И когда во главу ставилась важность именно так, а не иначе, вот так правильно, так неправильно, и пошло. В современное общество, это когда выходит, это вообще не вписывается в современное общество. То есть априори с детства, у всех белые тарелки, априори, ну, можно цветные, априори с детства, вилки, ножи, ложки, это все есть. Априори человек не бросает под ноги, не затаптывает, не блюет, не крошит, не уничтожает, не разбрасывает. Ну, это единственное, вот так себя ведут китайцы во Вьетнаме. Да, я хотела сказать, что поели, и у них это принято все смести на пол, это значит удовлетворили их. Ну, есть те, кто остался на том уровне развития. Но, в принципе, в нормальном обществе уже люди ведут себя не как свиньи, не как животные. И тогда во что трансформируется этикет? Вот зачем учить тогда этикету вот этим правилам жеманности, как правильно ножки держать, как правильно ручки держать, как правильно кушать, почему должно 8 вилок быть, почему там, почему, почему. Вот эти вещи. Это превращается в игру. В игру. И на сегодняшний день это превращается не в потребность. Потребность заменяется на ложь. То есть потребность удерживается в обществе через ложь. И учит человека лгать. И вот это удивительная тема. То есть когда общество ушло в развитие дальше, то это держит человека во лжи. Заметь, точно так же, как и религия. В свое время она была очень нужна, когда стада человеков бегали по просторам и пасли овечьи стада. И они были дикие, и они были не собранные, они были безграмотные. На сегодняшний день и религия тогда нужна была. Она реально давала человеку варианты просвещения, учила читать, учила думать, учила добру, учила любви, вот как она могла. А на сегодняшний день она нет. Она сегодня устарела. Она деградировала. И деградировала. Точно так же, как и этикет. И на сегодняшний день тогда этикет очень классно заходит эскортницам, женщинам, которые... Ты знаешь, я могу сказать, этикет-психоз. Психоз. Потому что вообще вот если по чувству брать, то этикет – это психоз. Он даже вызывает в человеке, в самом человеке... Напряжение. Напряжение. То есть постоянный контроль того, чего ты не хочешь делать, да? И при этом контроль, потому что ты хочешь заманить, запудрить, ты хочешь выделиться, но при этом смотри, еще какая штука, этикет еще, и знаешь, что делает? Одинаковость. Как религия. Да, смотри, к чему мы приходим. Опять вот к этому равнодушию. К равнодушию. И ты пошла линия. Прямая линия. Прямая линия. Ты умер. Не сердце бьется, а именно сон. Да. То есть ты в коме. Ты в коме, ты умер. Ты во сне. Во сне. Вот это удивительная вещь. Казалось бы, вот все эти этикетные правила, а на самом деле, когда ты начинаешь заморачиваться на правилах, у тебя возникает внутреннее напряжение, нарастает психическое напряжение. Это зреет психоз. Да. И ты в этом психозе живешь. И ты тогда неестественен, потому что ты не являешься собой. А когда ты неестественен и не являешься собой, ты вынужден играть лживую роль. Подстраиваться. Подстраиваться. А когда ты играешь лживую роль, твое сознание говорит «ну-ну». И редактирует тебя, чтобы ты вспомнил, что такое любовь. А подсознание может редактировать только через боль. Все. Вот казалось бы, как связано. А почему через боль? А потому что, смотри, человек, он запудривает глаза, то есть он из себя что-то представляет, да? А внутри-то он раздражается, он зажимается, он подстраивается. А подсознание что видит? Вот это он видит или внутреннее? Он видит внутреннее. И считает как запрос. И значит, а ты напрягаешься. А, так мы в это играем? У-у-у, поиграем. И еще больше. И то есть и пошло, пошло. И вот эти этикет, это все к сужению, 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 к рамкам, рамкам ограничений. Это, знаешь, как крышка на банке. С блохами. Да, с блохами. Крышечка опускается. Я недавно смотрела несколько отрывков из фильма «Воспоминания принцессы Ди». Диана. И, ты знаешь, я была шокирована. Мягко говоря, я была шокирована. То есть я вообще не интересовалась жизнью Дианы. Вообще я не интересовалась жизнью королевских семей. Мне глубоко это все было фиолетово. Но меня всегда поражало, как они одинаково все одеваются и как они одинаково улыбаются и ведут себя на публике. То есть, ну, одна и та же картинка, грубо говоря. То есть скопировано. Ну, ладно. Вот этот лживый этикет. Но вот это напряжение психическое можно очень четко отследить в Диане. Настолько вот эта наглядная картинка, как разрушается психика человека. Она выходила замуж, еще будут еще нормальным человеком. То есть, а потом ее воспоминания про то, как протекала ее жизнь в дворце, первые годы, поездки и так далее. И вот она рассказывает, как она проявлялась там с принцем. Она психически больной человек. Ее вознесли, и сейчас из нее сделали вот икону. А на самом деле, просто послушайте, что она говорит. Она была психически больна. И рядом с ней принц... Я понимаю, зачем ему Камила нужна была. Просто реально ни один мужик не выдержит психопатку в таком объеме, в каком была Диана. Нет, это однозначно, но я просто не в курсе была. Так я тоже была не в курсе. Это вот сейчас фильм вышел, и отрывки идут в Инсте, периодически подкидываются. И я... Там ее голос звучит, она вспоминает. А, да. Это ее воспоминания. А, да. Это не пенсня. А то я хотела сказать, что может... Это она вспоминает свою жизнь. Это записано еще при ее жизни. И понимаешь, ты слушаешь, я просто офигеваю. Это психически больной человек с воспоминаниями психически больного человека. И у меня шок. И на самом деле, ее воспоминания до отношений с принцем, до попадания вот в эти рамки... В эту банку. В эту банку. Она была нормальным человеком. Она попала в банку, и она была в напряжении. И ее психика не выдержала этого напряжения. И у нее реально слетела кукуха. То есть дальше ее психика просто пыталась выжить в этих условиях, где надо было делать все правильно, где она должна была соответствовать, где, где, где. И где еще к ней относились не так доброжелательно. Она вся была во внешнем. Она пыталась всем угодить. Она пыталась под всех подстроиться. Она пыталась, пыталась, пыталась. У нее обвал произошел, и все. И кукушка улетела в теплые края. И все остальное, что происходило потом, и по ее воспоминаниям, вот как происходило, я понимаю, что просто рассказывать больной человек. А я знаю, что знаю про эту семью. У нее же два сына, по-моему, было. Ну, то, что два, точно помню. Но я, может, еще кто-то не знаю. И один из сыновей, такой рыженький, он женился на женщине с ребенком. И у них там какой-то тоже... То есть у них, у него, да, пошел протест против этих ограничений, правил. И они покинули их даже. То ли их вытурили из прав наследия, то ли они сами покинули. Ну, то есть не выдержали. Там был какой-то конфликт. Ну, прикинь, когда он женился, она же пол-негритянка. А, ну вот и про эту, да. Чистая британская кровь украсилась американским континентом. Даже тогда этот брак был прикольный. Да, да. То есть вот эти... А второй сын, он и жена его, они приняли. Они приняли, и они наследники идут к престолу. А смотри, еще какой парадокс, да. Казалось бы, это семья, у них весь мир, да, открыт, да. А на самом деле банка. Мы говорим про банку. Вообще банка. Конкретно банку. И смотри, какой парадокс. Люди, чем более известный человек, чем более он занимает высокое, казалось бы, социально-административное положение, тем более он ограничен. Он в ловушке, на самом деле. Он в ловушке власти. Он в ловушке. И это его ловушка. И эта ловушка разрушает тело. И при этом, кажется, у него уже все... Ты все имеешь, а в то же самое время для того, чтобы не потерять это все, ты всегда ограничен. Смотри известных людей. Они ограничены. Посмотри, может ли там Путин пойти в магазин, просто выйти на улицу, сходить в магазин за сигаретой. Три раза. Никогда в жизни. Он говорит, да я могу, но мне это не надо. Это как алкоголик говорит, да я могу бросить пить, но я не пью. Ну, видишь, это его уже образ жизни. Он уже это принял, и для него это норма. Это нам кажется так, а для него это норма. Это как... Норма смещена в другое русло. То русло, которое само по себе разрушительно. Понимаешь? И оно будет разрушать здоровье. Это настолько парадоксально на самом деле, но это действительно так. Точно так же, как Бритни Спирс. Уже осознавая все эти вещи, да, даже попытка уйти в наркотики или еще куда-то, она не помогает уже. Все. Ты размазан по-коллективному, ты живешь коллективным. Все, коллектив, ты служишь коллективным. Ой, сейчас такое вообще время интересное. Мы в такое время интересное живем. Сейчас настолько все повылазило на поверхность. И вот это все... Все скелеты вываливаются. И можно видеть вот этот вот скелетопад. Настолько. И ты просто, просто действительно... Вот скелетопад ты можешь наблюдать. И это, я даже не знаю, по образу и подобию чего представить. Это как... Ну, это предстать пред самим собой. Да. Как раз таки. Да. Это об этом. Это человечество сейчас предстает пред самим собой. А смотри, как ложь будет рождаться. Вот прикинь. Макрон. Приехал в Беларусь, например. И вот летит его кортедж. И ему надо там проехать какое-то расстояние. А у него ему приспичило в туалет так, что дальше некуда. Вот скажи, лимузин Макрона можно остановить на дороге и сказать, мужик, вон лес сходи. Он себе не может это позволить. И охрана не позволит. И никто не позволит. Ну, как же это? Он же приехал. И можно стебаться. Вот она, свобода. Он же считает себя свободным. И тогда... Ну, это самое примитивное. Ты даже вошла в эту ситуацию. Самое примитивное. Просто сходить до ветру. Любой человек ходит до ветру. Но смотри, насколько она должна быть накручена ложь. Накручена ложь. Чтоб человек оправдывал тем, что он не может сходить до ветру. Вот просто в лесу. Тем, что у него высокий пост. У него там это, у него там это. Конечно, он доедет там, где есть унитаз. Конечно, и в Беларуси, и там по любой трассе можно найти хороший, комфортный туалет. И на каждой заправке есть, и так далее. Но он же даже на заправку не заедет. Да, ты знаешь, что сейчас прямо окунулась и почувствовала, прям поняла, что они... Вот она, несвобода. Они живут полностью во лыжи. На самом деле. Ложь и несвобода. Так несвобода, полная отсутствие. Парадокс. В этом вообще, я же говорю, что... Ты можешь иметь все деньги мира. Ты можешь иметь всю власть мира. Казалось бы, у тебя все, но ты в банке. Но ты даже до ветру сходить не можешь на трассе. Ты в банке, ты не свободен. И получается, человек... Блин, я конкретно говорю. Получается, человек живет в тумане. Да. В тумане лжи. Да. Туман. И теперь вот этот туман, он обвешивает сразу жеманностью, правилами. Правильно, как ножку закинуть, как вилочку держать, из какого стакана пить, как говорить. Вот так говорить, культурно так нет. А вот здесь салфеточку можно вот так, а вот так нет. Я когда смотрела многие правила, у меня даже на хихи пробивало, вот как можно, знаешь, самому себе запретить. Да, да. Что тебе мешает поступать так и не так? Это на что-то влияет? Ни на что. Но ты себе в башке поставил, что вот так салфетка правильно, а вот так неправильно. И все, и ты играешь в эту игру. И осуждаешь другого человека. Вот. А он не знает, что так салфетка. Осуждение. 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 Осуждение завалка. А не суди, да не суди. Вот она игра, когда придумывается дебильное правило для того, чтобы просто чувствовать себя выше, самоутвердиться с одной стороны. А это все путь во власти. И чем больше ты во власти двигаешься, тем более ты не свободен. Ты все в баночку. Баночка. Да, да, да. Казалось. И с точки зрения ты свободы, ты в тюрьме постоянно. Ты в тюрьме, ты ограничиваешь себя. Ты все время, как это, ты все время больше сжимаешься и сжимаешься. Ты все более, казалось бы, у меня все открывается. Ты сжимаешься, сжимаешься и сжимаешься. Знаешь, кого это напоминает? Это напоминает надсмотрщиков в тюрьме, кто работает. Они же свободны. Но они весь рабочий день проводят в тюрьме. Представляешь, да. И у них вся жизнь проходит в тюрьме. И они же не сидели. Но при этом они в тюрьме добровольны. Добровольная тюрьма, да. Вот она, добровольная тюрьма. Они сами ее выбрали. Вот эта ложь, и эта ложь этикетная, точно такая же. Смотри, насчет этикета. Казалось бы, можно же ведь сказать, ну как, это же ведь красиво. То есть, а что тогда? Можно грызть там, да, там. Можно ногами. Сморкаться там или ногами, да. Но мы же не об этом. Мы же о разуме. О природной красоте, которая внутри нас. А ты почувствуй, как красиво. А некрайности. Да. А ты почувствуй, как красиво. Ты почувствуй, как комфортно. Вот оно и есть развитие. Когда ты будешь ловить кайф от вот этой свободы, именно кайф, наслаждение, удовольствие, когда ты общаешься, когда в любви находятся все. Это о любви. Вот когда ты свободен, ты в любви. Так вот. Любовь дает крылья свободы. И тогда не нужны эти границы. Для этого надо чувствовать. Это же ведь чувство. Чувство. Ты почувствуй, как. Ты почувствуй. А это есть что? А это развитие себя изнутри. Вот это опять-таки. Приведу пример председателя в деревне, где моя председатель. Искренний интерес. И вот тогда красота вокруг. Потому что чувство изнутри. А у нее чувство изнутри. И это же она видит. Вот точно так же. Ты почувствуй. Мы не говорим о крайностях. Там грызть, ногами есть, сморкаться. Или же о вот этих правилах. Нет. Мы о разумном подходе. О природной красоте. Блин. О живой, чистой, природной красоте. Чистый родник. Да? Когда ты не будешь делать больно человеку просто так, потому что ты раздут. Эго твое раздуто. Понимаешь? Или же потому что я нахожусь на том месте, где ты придешь мне и поклонишься. Блин, чувак. Ты думай. Будь красотой чистой. И тогда ты же эту красоту чистую будешь видеть снаружи. Да? И тогда болото становится родником. И тогда в нем живет не лягушка, а форель. А форель. Вот это богатство. Вот оно богатство. Природное богатство. Да? А не искусственное. Кстати, вот и конопля, то же самое. Это природное богатство. Природное. Материал, который и дезинфицирует, и обеззараживает. Это одно и то же, наверное. Все. То есть и тело твое дышит. И природе помогает. И природе. Присан природу вообще идеально. Вот оно. Природное богатство. Прис не надо вырубать, чтобы целлюлозу загрузить, целлюлозную промышленность. И куча плюсов. Одни плюсы. И, кстати, вырастить в Беларуси вообще не проблема. Легко растет. У нас столько правоохранителей, которые могут это все сделать. Во-первых, семена не наркотическая. Во-вторых, у нас охраняющих органов. Вот так. У нас такой контроль. У нас настолько государство классно все может организовать. Вот прямо вот оно. Вообще бери и делай. И это природное богатство. И это страна невероятного. Будет богатство красоты невероятное. И на примере тогда. Вот наша страна, да, вот на этом она расцветет как родник. Просто чисто родник. А если на интересе, на чисто искренней природной красоте, да. А если ты чистый, и ты в интересе, и ты в природной красоте, ты будешь природную красоту видеть снаружи. Почему? Потому что они могут не меняться рядом. Да. Тогда все меняется. Все меняется. Жизнь, она всегда побеждает, сказать не так. Жизнь, она всегда есть. Она всегда будет. Она была всегда. А как мы приходим к этой жизни? На автомате? Или же искренне? Уже зависит то, как мы живем. То есть вот оно. А жизнь, она всегда будет. Да. Сознание всегда будет. А возрождение коноплеводства в Беларуси, это было бы круто. Вообще круто. Те, кто действительно этим займется, кому там разрешат их заниматься. Шабочих несколько сразу становится. Это невероятный подъем сельского хозяйства. Кстати, в Беларуси сельское хозяйство неплохо развито. Ведь Европа, кстати, если сравнить, смотри, к Европейскому Союзу в свое время присоединялись. Там Болгария, Венгрия и так далее. Болгария, это же аграрная страна была. Они уничтожили там сельское хозяйство, введя квоты. Да, такая страна была, да. Я до сих пор вспоминаю в детстве этот болгарский перчик, который привозили. Да, где что, болгарские помидорки. Болгарские помидорки. Это самое вкусное было. А на сегодняшний день этого ничего нет. За счет квотирования Евросоюза. Все, они уничтожили там сельское хозяйство. Сейчас они кричат о продовольственном кризисе. Заметь, как разум развивает игры. Вот вы повоевали. Вот вы все, что устроили. Следующая проблема – это продовольственный кризис. На самом деле, те страны, которые сохранили сельское хозяйство, у тех нет продовольственного кризиса. Те люди, кто привык работать на земле, у них нет продовольственного кризиса. Помнишь, в Доминикане палку воткни в землю, она растет. И мы смотрим, а нищие дети бегают. Нищие. Причем это единственная страна, где я видела вспухшего от голода ребенка. Вот оно, это лень. Лень, гультаинь. Гультаинь. Никто их не учил. Никто не учил выращивать. Никто не учил сеять. Да, да, да. И при этом родители спокойно смотрят на то, что твой ребенок распухший. С голода. С голода. А бананы растут рядом. А для чего тебе сознание? Для чего тебе разум? Нету его там. Нету. Это о деградации сознания. Конечно. Это об этом. Поэтому то, что у нас это сохранено, это очень круто. И на самом деле чистые продукты. Вот мы после Мальдива же на самом деле можем оценить это дело. Как мы летели с Мальдива. Блин, как хотелось нормальной еды. Просто нормальной еды. Нет, нас там великолепно кормили. Там была очень отличная кухня. Но, блин, их помидоры пластиковые, их огурцы пластиковые, их курица пластиковая. Я как вспоминаю, у них все пластиковое. И когда приехала, а у нас все сочное, у нас все вкусное, у нас все натуральное. Капусту я там вообще есть не могла. Я начинала ее есть. И понимают, ты просто грызешь в пластик. Как такое можно вырастить? Вообще, где такое растили? Ну, видишь, там привозится это. Ну, там все привозится. Ну, по идее, откуда привозится? Бангладеш? А нет, там Франция привозит. Там Франция, Италия тоже привозит. Африка? Африка. Нет, Африка не слышала. И работает Бангладеш. А Украина, возьми, какая страна тоже? Ведь так природа, то есть погодные условия, да, климат Украины офигенный. Кстати, нету всех этих комаров, мошки и так далее, то что у нас. И я недавно, может даже сегодня, вот я не помню, вчера сегодня встретила в интернете где-то. Я так, ты знаешь, даже задумалась. Американцы конкретно положили глаз на Украину именно по климатическим условиям. И ты знаешь, я как-то так прям, мне даже больно стало за Украину. На самом деле, такая страна, у меня же там у бабушки жила. Я помню, там тоже, там так хорошо все растет, там такие урожаи. И люди такие... Люди классные, приятно общаться. И я вот прям, я же тебе вот вчера или сегодня прочла, что американцы... Или у них пошла тема такая, или уже даже есть какие-то разработки именно переселить... Ну, не переселить, а как-то там свои какие-то сделать для своих поселений или что, что-то такое именно по климату. Я вот... Не читала, не знаю. Ну, вот я не могу точно сказать... Сейчас, знаешь, такое количество вбросов информационных, что ты не знаешь, где правда, где ложь. То есть вообще идет... Но мне прямо как-то вот именно вот это я прочла, и так, ты знаешь, даже почувствую, мне больно стало. На самом деле люди убежали оттуда. Вернуться. Вернуться, да. Вернуться, потому что... Надо возвращаться, потому что это такая красивая местность. Если брать украинцев, то они в своем большинстве все-таки очень сильно схожи с белорусами. И белорусы повозвращаются. Никуда не денутся. Повозвращаются. Точно так же, как летели самолеты из Грузии уже с айтишниками назад, точно так же и здесь будет. Ну, чуть-чуть отсрочка во времени. Человек... Видишь, вот опять споткнешься о религию. Хорошо там, где нас нет. Вот там хорошо. Бог там. Там солнышко. Там... Все вынесено, вынесено. Там Италия, там Папа Римский. Там... Хорошо там, где мы, люди. Создай счастье, где ты есть. Создай, да, так вот оно. А для этого надо вернуть Бога в себя. Я, Бог, я создаю счастье вокруг себя. Я создаю родник. Вот оно. Я создаю жизнь. Вот оно. Я пришел в лес. Я наслаждаюсь природой. Но не сру там, извините за выражение. Да? Это вот об этом. Да? А это точно так же можно сказать... Хорошо, там где-то в Италии, в Европе. Погнали туда. Использовали, использовали. Там набросали, набросали. Все. А, хорошо там. И поехали. Это вот так. Получается, это вот такой. А ты сделай там, где ты живешь, красоту. Чтобы было вот это, ах, у тебя здесь. А не где-то там вылез. Чтобы ты вспоминал свой дом. Ах, как я хочу домой. Да. Как у меня хорошо. Нет ни одного отеля, который сравнится с моим домом. Да. Который я приезжаю и тащусь. Да. Чтобы ты не мог где-то, да даже и дома гуляя, бросить бумагу. Просто потому, что вот, ну, какая разница, хоть там трава не расти. Нет. Да. Чтобы ты относился к каждому месту, как к себе, как к своему дому. Да. Вот это, конечно. Вот оно, обысканность. Вот оно, родник. Вот оно, чистота. Чистота природная. Да. Это об этом. Это об этом. Но для этого надо быть чистым и искренним с собой. А смотри, единственное, что мы можем, да, реально, как защищается психика, мы же не можем себе льстить. Мы говорим, ты льстишь себе, когда человек говорит о себе то, чего не умеет. Но это называется не льстишь себе, а врешь себе. Врать себе мы можем. А лесть себе психика не принимает. Она табуирует. Она говорит, закрыто. То есть лесть себе сразу становится в психике враньем. А лесть в обществе, и вот эта жеманность, и вот эти ужимки, и вот эти... Подстроитель. Это все подстроитель. Пакеты. Это эти все подстройки. Это все не свобода на самом деле. А это ведь это все ложь. Заметь, не свобода, а ложь. А свобода – это любовь. Свобода – это любовь. То даже при этом там сохраняются мудрые моменты, которые кто-то пытался донести до стат человеческих, до овнов. В Библии суть между строк. А сами строки, они перефразированы, и они могут быть написаны в Библии, как было, да? Но они перефразированы какими-то дополнительными, даже теми же запятыми, точечками, да? Или какими-то вставочками слов. И все, смысл теряется. И тогда все равно суть, она остается, когда ты чувствуешь... Суть, она между строк. Суть только чувствуется и берется разумом. Если нет разума, ты не можешь ее постичь. Да, да, да. И только так ты можешь прочитать Библию. Потому что иначе она перефразирована, перепроговорена. Она объяснена уже по-другому. Она подается в религии по-другому. С специальным направлением управления, захвата, власти и так далее. Манипуляции. С манипуляцией, да. И Библию, кстати. Если читать Библию с позиции Бог-я, человек, да? Не вынесены кто-то, то есть Бог где-то. А если человек будет читать с позиции Бог-я, Библия читается. Она читается. И она много чего открывает человеку. Прямо как глаза открывает. Но только человек не позволяет себе так читать. Как? А, кстати, вот даже тем, кто слушает нас и боится, о-о-о, ведьмы, да? А вы, вот, вы Библию читаете, вы почитаете Библию с позиции Бог-я. Просто, ну, хотя бы попробуйте себе одно предложение какое-нибудь. И задумайтесь, зависните, да? Прочувствуйте, как по-другому меняется смысл и как запускается процесс осознавания. Включается разум. Включается разум. Только на секунду, позволив себе вернуть Бога в себя. Вот на секунду. Потом на 2 секунды. Потом на 3 секунды. Потом на 5 минут. Потом на сутки. И через сутки вы уже сможете смотреть наши подкасты и думать, блин, а ведь под суть говорят. Разумные вещи говорят. Разумные вещи из разума идут. Неоткуда-то, из разума. И это из любви и из свободы. И это из любви, да. Кстати, вот когда говорят о любви, типа, любовь это сразу, ой, сюси-пуси, я тебе сейчас навру, я тебя сейчас соблюжу. Это одна страна. Это другая сторона. Это не о любви. О любви ты не ослабляешь человека. О любви это когда ты говоришь правду. И ты говоришь правду так, как есть. Не пытаясь оскорбить человека или унизить. Но если человеку при этом надо сказать для того, чтобы он услышал, что он баран, то это правда. Ее надо говорить так, чтобы он услышал. Ключ человек должен услышать. И тогда это не оскорбление. Он может оскорбиться, если он хочет тобой манипулировать. Да, да, да. И тогда он придумает, как вчера там кто-то писал, вы, наверное, угрожаете. Я написала, наверное, вы пугливы, или же вы пытаетесь манипулировать. Да, да, да. Или вы пугливы, или вы пытаетесь манипулировать. И, скорее всего, второе. Так вот, нет. Если вы хотите услышать действительно суть истину, то тогда убирайте манипуляции, открывайте уши. И говорите из любви. Говорите из любви правду. Без правды не бывает сути. Человеку надо говорить правду. И иногда это правда болезненно. Иногда это правда жестка. Иногда тебе кажется, что тебя не любят, раз тебе такое говорят. Но на самом деле, если вы говорите правду, действительно чувствуете к человеку любовь, а в этот момент вы безграничны, у вас тогда нет границ. И у человека тогда нет границ. И вы слышите друг друга разумом, сердцем, чувствами. Вы чувствуете с человеком друг друга точно так же, как собака чувствует ваше сердце, вашу любовь, ваш разум. И тогда правда не ранит. Правда дает силу. Правда помогает человеку подняться с колен. Выводит в благодарность человеку. И тогда вы благодарны человеку. Благодарны за то, что он вам объясняет, дает, помогает. И помогает вам быть сильным и двигаться вперед. Он ничего не делает за вас. Он помогает вам быть сильным. Он помогает вам вернуться к себе. Да. И это очень важный момент, говорить правду. Но тогда этикет это про ложь. Сто процентов. Если вы правдивый, то вы будете вести себя так, чтобы находиться в разуме, чтобы ловить кайф от жизни, чтобы быть в любви, чтобы в вашем поле любви было место другому полю любви. То есть вот смотри, когда ты в любви, нет границ, но при этом осознание целостности себя с человеком. И ты видишь отражение другого человека. И даже если ты осознаешь, для того, чтобы этот человек расслабился, ему надо причинить боль, надо причинить ему боль. И он расслабится и будет развиваться. Потому что в напряжении у него будет болезнь. И в напряжении у него будет страдание. Я вчера это вот так чувствовала вечером, когда в чате переписывалась. Вообще невероятно. И я чувствовала, что железобетонная стена, которая есть в социуме, она не может... Она не может прийти к любви и к осознанию, что все-таки не надо плевать в свой собственный колодец без боли. Людям нужна боль. И я настолько сейчас высоко ценю механизм боли в психике. Я считаю, что это один из, ну, наверное, самых важных механизмов, который просто подарен человеком самому себе. Для того, чтобы он всегда возвращался в любовь. Или стремился вернуться в любовь. Знаешь, для чего? Для того, чтобы жизнь не прекращалась. Не прекращалась. Именно об этом. Механизм боли это о том, чтобы жизнь не прекращалась. Это о любви. Это о любви. Именно механизм боли дает бессмертие жизни. Кстати, на эту тему мы на курсе... Не на курсе, а на стриме по инсультам мы сможем раскрыть глубже вот этот момент именно связанный с любовью. Потому что инсульт это о полном отсутствии любви к себе. К себе. К себе. Полное отсутствие любви к себе и полное отсутствие разума. Поэтому сосуд рвется в мозге. Не в сердце, а в мозге. Кстати, интересный будет. Стрим будет интересный. Я не знаю, в какой день мы его проведем. Посмотрим. Посмотрим. На следующей неделе. Смотрите. На сайте PugBuy будет. На сайте Subrition будет. Но на следующей неделе будет и плюс на канале Натальи Зайцевой на YouTube появится реклама, что стрим будет называться болезнь.инсульт.непредсказуемый формат. Можно задать любые вопросы. И можно задать вопросы по инсультам. Если вы захотите, чтобы там кого-то смотрели или там и так далее. И нам, если будет интересно. И нам этот человек будет интересно. Мы можем посмотреть. Если нам неинтересно, мы не будем смотреть. Именно поэтому формат непредсказуемый. Да, непредсказуемый. Как потечет. Но вот основу, связанную с отсутствием любви к себе и вообще с причинами в психике. Почему именно инсульт? Почему именно там? И почему именно инсульт и молодеет? И почему они молодеют? И зачем они вообще приходят? И есть ли у них выделенное сознание? И есть ли, есть ли, есть ли? Я уже сразу погружаюсь туда и сразу и пошла. И даже вот после вчерашнего непредсказуемого формата по инфаркту, да? Вот инфаркт случился и тут же этот же тромб ушел в инсульт. В инсульт. А зачем? Зачем именно так? Ведь можно было еще и на инфаркте закончить все, да? Или дать человеку шанс поправиться. Или осознать. Зачем нужен был инсульт после инфаркта? Ой, это случайно. Это так в теле. Тромб сам. Нет, не случайно. Не у всех так происходит. Это не случайно. Нету случайностей в психике. Зачем? Вот это ключевой вопрос. Зачем мне это? Зачем именно так? Он всегда предполагает ответ. И вы знаете, этот вопрос звучит всегда, когда нет любви. в человеке нет любви. Тогда задается вопрос, зачем мне прилетело что-то не из любви. А по факту все это прилетает из любви. Просто мы пытаемся это переврать, дабы не взять за это ответственность. На самом деле это все мы создали для себя сами. Такая игра. Вот мне интересно, после наших комментариев под роликами и дальше по этикету, после того, как уже на этикет смотришь, как на ложь, на ограничение свободы, на ограничение себя. Вот даже тренера, которые преподают этикет, их костюмы, их маски, их одежда, их лица, их состояние, как они будут восприниматься? Ведь тут же видишь ложь, 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 ложь. Ты в одежке. Но, Виша, человек хочет видеть эту ложь. Человек хочет, смотри, как нас хотят все время подстроить под ложь. Да, под ложь. Картинка должна быть. Вот какие-то правила, не так одеты, не так еще что-то. Видишь, и говорят, это так надо. То есть вы как бы... Кому надо? Кому надо. А ведь суть не в том, нравимся мы вам внешне, не нравимся. Суть в том, что хотите вы нас слышать или не хотите. То есть нравится вам слушать нас, наши разговоры, наши темы, наши беседы, или не нравится. Вот в этом суть. Приводят они вас к осознанию, озарению, или не приводят. Или вы нас смотрите для того, чтобы посудачить о нас. Сравнить с кем-то. То есть вот здесь ваш разум проявляется, либо он есть, либо его нет на самом деле. Во всех комментариях это именно об этом. То есть разум есть в комментарии или нет. Вот оно сразу читаемо. То есть человеку надо вот эта ложь, нужна картинка. Иначе получается, я не могу их слушать. Так о чем это? Вам что надо? Вот просто иначе получается. Ведь так, если вам не нравится наша картинка, да, кому-то. Для таких будет аудиоформат скоро. Еще одна социальная сеть сейчас осваивается. То есть там будет аудиоформат, да. Чтобы максимально вам погреть душу, да, чтобы только слушать. Но тогда тоже человек найдет, придерется, может придраться к голосу. Да. Тональности. Или к словам. То есть тут вот направление. Но мне пишут уже, что я часто грубая. Вот, видишь? Еще я и ругаюсь сейчас. Не так говорите, да. Не так произносите. А вот это надо так. Это даже манности во мне нет. Это точно. Вот, понимаешь, нужен обман. И поэтому хотят картинку, хотят, чтобы тренер там или кто-то там одевался хорошо с иголочкой. То есть этикета. Вот дело. Ложь. Нужна ложь. Ложь, ложь. А на самом деле суть. Вы всегда чувствуете, даже слушая человека, даже сейчас нас слушая, чувствуете в себе чистоту. То есть вы вот из чистоты послушайте на самом деле, какие эмоции в вас сейчас возникают, когда вы нас слушаете. Вам хочется у нас поправить что-то во внешности или в обстановке? Или хочется услышать? Или хочется слушать? Вот просто даже, знаете, как вот слушать, и ты от этого чувствуешь, что у тебя внутри что-то просыпается. Вот как бы уже даже это можно сами с собой попробуйте послушать нас именно вот с позиции, как вы нас воспринимаете. Вот просто образ, я не знаю, влетела в голову, у меня внутри на хихи пробило. Вот представь, нас с тобой одеть полностью по французскому вот этикету. Полностью. Вот полностью. Одеть костюмчик, одеть эту рожу, одеть и вот жеманно посадить вот где-то за стол в таком варианте, как это предполагается. И знаешь, вот реально первая фраза, которая мне пришла из разума. Курицы. То есть французский этикет, он птичий. Вот этот вот птичий, павлиний и так далее. Вот эта часть, она, и вот этот образ, он тут же прицепится. И это слово очень четко отражает ведущих вот этих вот семинаров и тренингов. Это отражает ложь на самом деле. Ложь. Когда хочется сказать курица. Потому что вот даже сейчас, сейчас даже вот я представила нас, да, я представила сразу с позиции, вот почувствовав, как я себя чувствую, если я бы вот оделась бы по какому-то этикету. И я понимаю, что у меня появились бы ограничения. Ограничения. Вот я тебе и говорю. Зажатости, которые павлин с выщипанным хвостом. Ну, как роль появилась. Роль. Павлин с выщипанным хвостом. Поэтому я, когда смотрю вот семинары, тренинги, я на этих женщин смотрю, да, по этикету. У меня почему-то их сейчас начало много подбрасываться, может, потому что один ролик зацепило. И вот фраза, если у павлина выщипать хвост, получится общипанная курица. и это ограниченная курица, которая, я грубо сейчас говорю, но это внутренний степан из разума идет, который как образ сложится очень четко. Вот, это вся суть этикета. Сделать курицу общипанной ограниченной. А я бы, наверное, сказала бы, это как курице прицепить павлине хвост. Вот я бы так сказала. Ну, или так. Вот это больше на это похоже. Но все равно она остается курицей. Потому что разум сразу, или то курица. Понимаешь, роль сразу. Появляется роль, которая в тебе даже, получается, начинает включаться. То есть, смотри, то есть включаешься сразу в роль. Да? Ты играешь, играешь чужую роль. А если не включаешься, ты получается как клоун. Потому что у тебя раздвоение личности идет. У тебя идет одежка. Бля, ровно то же самое, что в религии. Ты посмотри. Точно. То есть, ты сразу, ты либо клоун, точно, либо ты лжешь. Раздвоение личности идет. Раздвоение личности идет. Идет раздвоение личности. Это театральный маскарад. Клоунада. Цитр приехал. Да, да. Именно поэтому, смотри, именно поэтому из-за раздвоения личности человек, вот почему я и почувствовала, что я бы играла роль. Потому что на какую-то сторону я бы стала. То есть, я бы стала бы на одну из сторон раздвоения. И ты ходила то туда, то туда. Это было бы автоматически. И автоматически ты качала бы игру. Да, да, игра. Точно так же, как в религии. Вот она, автоматическая игра. Я надела рясу, это одна клоунада. Я сняла рясу, другая клоунада. И неважно, там ряса, или там католические одеяния, или еще какие-то. Грешники, потому что я это знаю, это написано, прописано, вы должны так, вы должны, а если не так, то вы грешники, там, или... И такое судилище, судилище. И тогда введение этикета, оно нужно было на уровне государств, которые находились жестко под религией, чтобы в цирке религиозном выделить площадочку для цирка государственного. Это стадия развития человечества. Сейчас религия, как бы она вне государства не находилась, она находится на территории государства и подчиняется законам государства. Как бы поменялись местами, государство важнее и шире религии. И все переговоры ведутся, и все на уровне государства, а не на уровне религии. Религия ничего не решает, во всяком случае у нас. А в свое время, когда были короли и цари, религия стояла на первом месте, они были на втором. И получалось, что клоуны были у власти, цирк приехал, власть захватил. И для того, чтобы королю подвинуть и забрать кусочек власти у клоунов, надо было, надо было вводить правила дополнительные. Вот оно, светское общество, и в светском обществе правила шли дополнительные. Это уже с этикетом связано. И так же появлялась наука. Это опять-таки служило королям, и это служило светскому обществу, и это был противовес религии. Для того, чтобы хоть чуть-чуть забрать у религии и власть, и решение. Потому что власть духовенства была еще сто лет назад определяющая. религией была захвачена власть полностью. И мир был переделен по религиозному признаку. В принципе, как и сейчас. Но сейчас это все перешло на уровень государства. Сейчас это договор. Сейчас это договор. Сто процентов договор. А своя территория у каждого. Да, все поделено. Бизнес. Бизнес есть бизнес. Этот стрижет этих овнов, а этот этих. Вопрос. Человек будет овном или человек будет человеком разумным? И тогда я сейчас просто рассуждение вслух. Возможно, это можно будет вырезать из записи. Но тогда зачем государству иметь того, кто с ним конкурирует и пытается подстричь его овнов в свой карман? Это не имеет смысла. Значит, надо сделать, чтобы стригущий платил налоги и был его бизнесом. Другого варианта нет. Это называется убрать конкурент. Блин, я сейчас это так осознаю. Вот я уже религию с разных сторон осознаю. Точно так же, как и науку. Их надо поставить вровень. Блин, начали про этикет, а видишь, куда оно выводит? Тогда хитросплетение разума. Наука вообще тоже, если копнуть, а науку, науки такие разные бывают. Ой, недавно смотрела наука Геральтика. Наука, изучающая флаги, гербы, которые были, есть и будут. Крутая наука, да? Наука. Главное слово наука, и все люди будут уважать. Этот же герб, он вот такой должен быть. И здесь не вот так колосок, а вот так колосок. А иначе, а что иначе? Что иначе? Что от этого изменится? Какая разница, как колосок? Этот колосок у тебя на поле вырос? Или ты его нарисовал? Так иди нарисуй, сколько хочешь колосков. Все варианты. Вот оно. Вот оно. Вот они подмены, вот они авторитеты. И все, о чем мы говорим на наших стримах, это все о безумии. Это все о безумии, а пора возвращать людей к разуму. Это все об ограничении, да. А разум включается только тогда, когда человек включает ответственность. Он включает ответственность, и он становится свободным при этом. Он отвечает, и он свободен. Он свободен в своей силе, в своей ответственности, в своем проявлении в этой жизни. Он свободен в своей реализации. Он в любви, он в искренности, он в чистоте. Да, это все оказывается связанной. Ты не разделишь это по частям. А когда ты начинаешь рвать на части, выделяя один кусок и кричаток, ты вот, наверное, это игнорируешь. Нет, значит, ты врешь. Не надо врать, надо целостно подходить к миру. И самому стремиться стать целостным. Без целостности ты не увидишь единую картину. Ты не сможешь видеть по подобию весь мир. А этот мир полностью соткан по подобию. Только на разных уровнях. Все по подобию. И логика и нужна для того, чтобы видеть по подобию, а не для того, чтобы строить хитросплетение ума и ловушки. Везде нужен разум. Везде, абсолютно везде нужен разум. Если в человеке разум отключен, все, он слеп, он спит. сейчас очень много этих чатов, или как они там разных, в телеграм-каналах, да, очень много. И это собираются люди, которые просто, это вот, как, знаете, как бабки на скамеечке. Вот мы по таким интересам, мы по таким интересам. И начинают гав-гав-гав-гав-гав. И каждый, ага, это как моя свекровь, ааа, ей вот, ну, человек вот спящий, да, и она, ей про болезни говорить, это прямо за милую душу. Нету интереса у человека. Она, ааа, вот тот заболел, а тот же, а у меня там тот, ааа, а там, ааа, представляешь, там тот-то обидел того. И вот это настолько просто вот одинаково, что эти все группы чаты, что бабки на скамеечке, это все бездельники, блин, безинтересные. Бездельники. Смотри, какая тема. Я недавно услышала, где-то я услышала фразу, сейчас уже не вспомню, там задавался вопрос, сколько стоит сделать, создать телеграм-канал. И звучал ответ очень дорого. Очень дорого телеграм-каналы, это дорого. И поэтому люди, кстати, даже каким-то телеграм-каналом платят, сбрасывают деньги, типа, на содержание канала и так далее. Я сижу, думаю, ребят, это же ложка, да вы это говорите. Телеграм-канал, это бесплатно. Телеграм-канал, это бесплатно. Вот у нас же есть телеграм-канал, есть. Мы за него никому ничего не платим. Но тут борьба за рекламу идет, видишь? Смотри, за рекламу. Так вот, когда ты продаешь место рекламное, ты на этом зарабатываешь. Конечно. Когда ты говоришь, что я работаю, пишу интересные материалы, но бесплатно я работать не могу, мне надо какое-то содержание, тогда тебе донатят или, как в нашем случае, присылают благодарности. Да? И человек на благодарности, они поступают, и это да. И ты это понимаешь, что ты это заработал через этот телеграм-канал. Но я сейчас не про это, это ты заработал на телеграм-канал. Ты потратил время свое, силы по интересу, и ты заработал. Но это ты потратил, потому что ты хотел потратить, тебе было интересно и так далее. И если бы ты это не потратил, ты бы не ушел в минус, ты бы остался в нуле. Это было бы бесплатно. То есть тебе не нужны предварительные вложения в этот телеграм-канал на создание этой ловушки. Это ноль. И не надо обманывать, что это минус. Это не минус. Это ноль. А уже если ты хочешь это развивать и двигать, значит, ты должен заработать. И тогда телеграм-бизнес на телеграм-каналах, бизнес на ютубе, бизнес на... вообще бизнес в интернете, он не предполагает минуса. Это надо быть дебилом, чтобы уйти в минус. Вообще полным дебилом. То есть ты пришел, а, я куплю... Как мне пишут иногда, я куплю ваш ютуб-канал. Зачем тебе его покупать? Ты возьми, открой бесплатно и раскрути, если у тебя интересное видео, ты за три месяца будешь иметь такой же. И тогда твоя покупка не имеет смысла. Она изначально бессмысленна. Если ты по интересу, при этом куча роликов. Как на этом заработать, как обвести лоха. Да, да. Вот смотри, я сказала, это бездельники, да? Бездельники. И при этом тут же на свою свекровь... Она далеко не бездельница, но это бездельники. Она трудяга... Ну, она у тебя пахнет как лошадь всегда, да. Так вот, я сейчас расскажу. Она трудяга, да, и точно так же и в группах могут сказать, как бездельники, я столько работаю. Я объясню на примере своей свекрови. Она трудяга неимоверная, но, как я всегда говорю, все должно быть в разуме. В разуме, разума нет. А разума нет. Она, она готова полоть, садить, пахать поля. Она не может себе позволить садить и делать грядки ровно настолько, сколько ей надо. Она не может себе позволить. Это вот пустое, опять-таки, пустое распыление. Расстрачивание. Это опять-таки обездельство. Бездельники это когда распыляет. Он может быть трудяга неимоверный, но он распыляется в пустую. Не в разуме. Это вот качели. А разум это церковь. Их дело не проявлено в плюс. Оно распыляется в пустоту. Неразумно. Это как дырявый сосуд. Но это то же самое, что ты копаешь траншею, потом засыпаешь траншею. Копаешь траншею, засыпаешь траншею. И скажи, это очень трудолюбивый человек. Да, да, да. Или ты скажешь бездельник, который не хочет думать головой. Да, да. Вот. Это о таком же. Вот точно так же. Сажу целое поле, потом оно сгнивает у меня в подвале, потому что я не хочу это продать, ни с кем поделиться, но это никому не надо. Да, да, да. И потом... Ну как же я не могу не садить, если у меня там 30 соток, допустим, на дачу? Дождя тебе надо. Да посади ты травку, кайфани. Посади себе там, что тебе надо. Ну просто вот для этого тебе человек, для этого тебе и разум дан. все оценивает из позиции любви к себе и искреннему интересу. Кайфуешь от вот этого дела. Так создай себе рай. Мне человек создает ад. Создай рай. И самое главное, он создает ад своим детям. Кстати, парадокс, даже у моей свекрови имя рая. Я сейчас создай себе рай. И такая, ну у меня так рая. Ты посмотри. Рай. А создается ад детям. Вы должны? Должны. А дети говорят нет. И надо жестко говорить в таком случае нет. Если ты создаешь рай, создай рай. И делись райом. А если ты создаешь ад, это твоя проблема. Ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты сюда приезжаешь пахать. Так ладно бы помочь родителям, да, из разума. То есть понимаешь, как бы им помочь надо. Им там, ну это, вот им нравится это, им надо для проживания. Ну то есть для, там, чтобы они кушали, кушали хорошо, чтобы проводили время на даче. А ты понимаешь, что ты приезжаешь пахать пустоту. Просто пахать то, что потом будет гнить, и не знаешь, куда девать это. И они потом раздают. Так я им говорю всегда, вы разумно все. Ты не понимаешь. Ну ладно, говорю. Ну что ж ты скажешь. И поэтому... И тогда это лечится только одним. Болезнями. Вот оно. Болезними. И работаете сами, рветесь сами, А теперь смотри, распыление, кстати. Инсульт. Блин, у обоих. Уже был, да? Да, у обоих. Вот оно, распыление в пустоту. Блин, сейчас до меня дошло. Ты знаешь о чем. Да. Это то, что мы будем говорить на... Да, да, мы об этом будем говорить. Просто ты на своих это не смотрела. Когда ты смотришь на клиенте, он клиент, а свои родители, они же не клиенты. Да, да, да. Они же... А вот сейчас стала говорить и понимаю, блин, это как раз та тема, которую мы будем на следующей неделе рассматривать. Это та же самая картинка. Один в один. Пустое. Пустота. При этом человек пашет неимоверно. А его при этом можно назвать бездельником. Представляешь? Да. Жесть. Качели. А середины нет. Разума нет. Разума нет. Разума нет. Кстати, это вопросы с эго. Когда разума нету, там с эго есть очень крутые вопросы. А я на этой неделе расставила расписание курсов записи. Там, где мы потом в конце будем людям объяснять, пояснять и так далее. И я поставила все наши топовые курсы, включая целостность себя. Собираем себя. вот этот цикл четыре. Они неуверенные. И в июнь и июль мы просто все топовые курсы по сборке себя для того, чтобы потом серьезные программы смочь воспринимать уже осенью. Вот эти все курсы я поставила в записи, в расписание. Класс. Супер. Просто как-то сидела, думала и думаю, лето. Есть люди, которые не хотят летом учиться, а есть люди, которые... Вот сидишь на даче, почему не пройти, почему не отследить у себя, почему не... Почему лето, тепло, хорошо, ты будешь развиваться, ты можешь его слушать в записи, в наушниках. Ты будешь открывать в себе глаза, ты будешь открывать в себе чувства, ты будешь будить в себе разум, будить в себе разум, замечать, и тебе не надо никуда торопиться. Лето само не предполагает вот этого бега куда-то все время. Ты у себя говоришь стоп, и ты действительно работаешь для того, чтобы изменить свое восприятие, научиться управлять этим восприятием и открыть разум, открыть в себе Бога. Родник. Самое интересное, вот смотри, первое, что мы открываем в себе, первое, что мы открываем в себе, это Бога. А потом после Бога сколько еще ступеней мы в себе открываем, когда мы отвечаем на вопрос, кто я. И потом, когда вот последние ответы, которые люди проживали на нашем курсе, когда четкое знание кто я из состояния и из способностей психических. Это же было все, взрыв планеты. Но это правда. И человек осознает, это самое главное, что эти знания идут изнутри, и он осознает, что это его знания. И все, ты здесь не можешь подменить. Привет, родная. Ты уже накопалась там, набегалась, и вон грязнулька прибежала. Классно тебе здесь? Ой, какая-то в рай. Разная, ты посмотри, она в рай. Ну, норная собака, блин. Норная. Ты уже собрала норку для щеков. Ты норна? Ты норна уже. Да. Наверное, пора тебя оплодотворять, и у нас будет очень красивая щеняка. Оплодотворять? Скажи, Джессика, это о свободе разве? Я сама решу, что мне там. Так она уже нору построила здесь, под досками, благо, что мои цветы не разрыла. Такая в камере. В камере. Я звезда. Я летаю, я в рай. И ты солнышко. И ты наше солнышко. Язык на бок. Да. Красивая, красивая. Ты вот прямо для кадра. Мне пись, наверное, хочется. Джесс. Джессика. Господи, звезда, что делает? Камеру. Ну, давай, говори тогда. Начинай играть. Это же онлайнер все время любит ее фотографировать на автогонках. Поэтому она сразу заняла позицию для объектива. Это Джессика. Звезда. фотокамер. Тогда давай, речь скажи. Вау. Оп. Такая на меня. Я вас украшаю, скажи. Ой-ой-ой. У нее свой этикет. Да. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах